Всех приветствую вас, церковь, приветствую вас, все страны, которые нас смотрят сейчас. Я знаю, что нас смотрят и из Прибалтики, и нас смотрят из Чехии, и нас смотрят из Украины, и нас смотрят из Москвы. Сейчас, возможно, буквально несколько минут подключится еще Лондон, подключится и Германия. Я знаю, что из Израиля нас смотрят очень много людей. Я вас всех приветствую в эти праздничные дни. Мы знаем, что в большинстве церквей в Европе Пасха только будет праздноваться. Мы уже давно после, мы уже неделю как праздновали здесь Песах. Мы знаем, что Иисус был распят на Песах, мы знаем, что Он воскрес на третий день. И, слава Богу, мы здесь переживаем все это сейчас, вот на этой земле, на земле святой, на земле Израиля. И я хочу, чтобы эти праздничные дни коснулись вас лично, чтобы Господь посетил ваш дом, ваше сердце, для того, чтобы в вашем доме и в вашем сердце воззалился Божий покой, Божий шаббат. Потому что сейчас не самые легкие времена, которые мы проходим, и нам необходимо, это поддержка нам необходима, это вот Божье присутствие в нашей жизни. И я благословляю вас со святой земли, чтобы в каждом вашем доме посолился Божий покой, несмотря ни на что, чтобы никто никогда не смог прийти и нарушить его, потому что там Господь царствует, а там, где Господь царствует, там ничего не может этому помешать. Во имя Иисуса провозглашаем это. Аминь. Сегодняшнюю пробовать я назвал, будем так говорить, местом из Писания, да, «вникай в себя и в учение». И хотел бы поговорить с вами об этом месте Писания, вы все его знаете, это 1 Тимофея, 14 глава, 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих написано, «вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, спасешь себя и слышащих». Давайте разберем с вами, что же за призыв такой «вникать в себя и в учение». Разберем его по очереди, что такое «вникать в себя» для начала. Давайте посмотрим, как правильно это делать, что это значит «вникать в себя». Что значит «вникать»? Познавать свои грехи, может быть, познавать свое спасение, может быть, познавать свой характер, свои привычки, может быть, познавать свое искупление, может быть, копаться в своем прошлом или, наоборот, исследовать свой положительный опыт. Мы как бы не всегда можем сказать, что значит «вникай в себя». Если я сейчас спрошу вас, знаете ли вы, что это, то, скорее всего, каждый из вас даст какой-то свой ответ, потому что у нас у каждого есть свое собственное откровение о том, что такое вникать в себя. Давайте посмотрим, что говорит на эту тему Писания. Рассмотрим два варианта. Первый из них — это греческий, то есть оригинальный текст, который был у нас изначально, то есть на котором было Евангелие написано изначально. И потом еврейский текст. Итак, греческий текст нам говорит, я не буду читать по-гречески, естественно, он говорит «следи за собой» или «держись себя». Причем я почитал два, по-моему, три перевода греческих, и там написано и в том, и в другом варианте, то есть в древнегреческом, более современном греческом тексте написано именно «держись себя», либо «следуй за собой» или «следи за собой». То есть должно быть какое-то направление, должны быть какие-то принципы у человека, которых он должен придерживаться. И именно этих принципов Писание призывает нас придерживаться. То есть «следи за собой» или «держаться себя». То есть вот какими мы укоренились, какими мы стали, вот такими мы должны себя удерживать. И еврейский что нам говорит? Еврейский говорит тоже «следи за собой». И второе значение этого слова, там написано «ашбех», она «цмеха», то есть «наблюдай за собой». В русском, правильно, в современном переводе мы бы сказали «инспектируй себя». Что значит «инспектировать»? То есть есть конкретные какие-то инструкции, которые нужно выполнять, а в соответствии с этими инструкциями мы должны действовать. И вот это вот инспектирование себя, то есть проверка постоянного соответствия себя каким-то инструкциям, каким-то делам, каким-то поступкам, каким-то словам, оно и подразумевается в этом слове «вникать в себя» и в учение. Ну давайте посмотрим, каким инструкциям нам нужно следовать. Если мы будем разбирать этот призыв по отдельности, например, «вникай в себя». Многие сегодня вникают в себя, вникают в то, как сохранить свою фигуру, как не растолстеть во время карантина, потому что во время карантина мы сидим дома и от скуки мы создаем себе новый туристический бизнес, организованные туры в холодильник, у нас потребляется гораздо больше еды, у нас потребляется гораздо больше всяких слабостей, потому что, сидя дома, мы хотим как-то себя позабавить, мы не привыкли сидеть дома. И многие вот вникают в себя, думают, вот как же мне сохранить свою фигуру или как мне сохранить свой тонус мышц, или как мне, ну там, скажем, не разозлиться, например, или как мне выспаться, как мне отдохнуть, как подготовить себя. Многие следят за собой, чтобы, ну, за своим физическим здоровьем, то есть носят маски, носят перчатки, не ходят на собрания, соблюдают дистанцию больше двух метров, то есть выполняют какие-то предписания, которые закон говорит, и когда спрашивают его, ну, сколько ты, будем так, законопослушный гражданин, они совершенно серьезно говорят, да, я выполняю предписания, то есть они следят за собой, и они инспектируют то, что они делают. Кто-то следит за тем, чтобы не быть обманутыми, знаете, уже на фоне карантина появились мошенники, их много, они приходят под разным видом, притворяются так называемыми невинными овечками и пытаются даже выключить денег. У нас были случаи, когда нападали на одиноких людей в домах под видом такой блогепристойной деятельности, вот мы вам принесли маску, примерьте, пожалуйста, ее вашего леторазмера маска. То есть вы понимаете, да, что маски, они вообще ван сайт, они все одинаковые, но тем не менее, люди примеряли, они были пропитаны хлороформом, и человек засыпал, а в это время обещали его квартиру. Печальная история. Но люди об этом слышат, об этом печатают в газетах, об этом пишут в социальных сетях, и, естественно, люди стараются быть не обманутыми, то есть они как-то за собой следят. Они вникают в себя, они вникают, насколько они подвержены всяким таким, вот таким вот, что называется, обманом или, ну, действием со стороны мошенников. То есть следят за тем, чтобы не остаться без денег, например, ведут свой семейный бюджет, чтобы не потратить чуть больше, чем тратили раньше в интернете, потому что денег-то осталось непотраченных много, мы же в магазины не ходим, все закрыто, но есть потребность в покупках, да, то есть мы хотим все равно кушать, мы хотим все равно одеваться, хотя, как бы, в принципе, выходить-то и некуда. Мы хотим, может быть, какие-то развлечения себе приобрести в интернете. Ну, и, естественно, нужно за этим тоже следить. То есть есть люди, которые следят за собой, они вникают то, что происходит, вникают в свои потребности и так далее. И почти все, так или иначе, каким-то образом с собой следят. Давайте рассмотрим второй призыв. Написано «вникай в учение». Да, написано «вникай в себя и в учение». Вникай в учение. Греческий язык так и пишет «вникай в себя и в учение». А вот еврей как раз пишет, интересный перевод такой. «И восставь свое сердце в учение». «Вешит левха ле ураа». То есть «восставь свое сердце в учение». Фактически нас на иврите призывают просто поместить свое сердце внутрь какого-то учения, внутрь изучения чего бы то ни было. Ураа – это, в принципе, изучение, это может быть использовано как образование и так далее. И русский и греческий перевод, как я уже сказал, говорят одно и то же. И можно, в принципе, долго чему-то учиться, можно что-то изучать. Очень много всяких сегодня есть предложений на эту тему. Можно закончить, стать очень умным, образованным, закончить кучу всяких пророческих школ, библейских школ, получить там доктора в области теологии, закончить там какие-нибудь очередные курсы по тому, как правильно проводить прославление или как правильно проводить проповедь и так далее. Можно постоянно находиться вот в этом учении и постоянно себя развивать. То есть вы знаете, что любое учение, оно способствует развитию мозгов. То есть мы чем больше изучаем, тем больше мы становимся ближе, так сказать, к пониманию истины, и мы собираемся быть таким образом более благочестивыми. И вот эта вот внешняя благочестивость, она как раз иногда нас делает немножко, ну, нечестными по отношению к самим себя. Дело в том, что об этом написано еще в Писании. Вот смотрите, о фарисеях говорили так, что они на виду все делают. Да, вот их благочестивость, она была на словах и на публике в основном. Иисус говорил своим ученикам, все, что они вам говорят, делайте, а то, что они делают, не делайте. Потому что они делают совсем не то, что нужно делать, или хотя бы не то, что они говорят. И вот интересно, почему. Давайте чуть-чуть о фарисеях поговорим, откуда они вообще взялись. Мы уже об этом говорили много раз, но я хочу просто напомнить. Изначально это были обычные люди, которые в порыве своего покаяния того, что, или о том, что они забыли слово, что они, может быть, где-то не знали закона. Вы помните, что когда книжник Эзра стоял на возвышенности в Иерусалиме и читал закон Божий, люди плакали и каялись. Потому что за всеми, если-то они забыли, за всеми знания, что такое закон Божий, закон Моисея, и они хотели изучать. И они понимали совершенно четко, что они не могут изучить слово Божие, если они останутся в прежнем своем состоянии, что если они останутся в этом мире как-то и будут совмещать, что называется, свою работу или какие-то свои дела с изучением той, они ушли из этого мира, то есть они оставили его, на юриде это называется паршу, миохаим, то есть они оставили эту повседневную жизнь ради изучения слова Божьего. И это замечательно. Их так и называли прушим, уже, соответственно, в греческой транслитерации получилось фарисеи. Называли прушим. И они действительно последние 400 лет после изгнания, вот до рождения Иисуса Христа, они изучали закон Божий, они сидели в этих вот ешивах, которые до сих пор существуют, изучали слово Божие, изучали закон Божий, изучали много чего, читали книги, тогда было мало книг, но тогда появились исключения раввинов различные. Об этом Иисус тоже говорил, что почему вы притчи ваших мудрецов ставите выше Слово Божьего. Так вот, да, они тогда уже изучали больше мудрецов, чем Слово Божье, и до сих пор, кстати, и вы не найдете у них в руках Тору или Пророков. Они изучают Тору, они изучают Мору, Мишноот и так далее. Почему? Потому что они думают, что в этом есть откровение, в этом есть познание мудрости. И вот получается, что когда они собирались учить чего-то, они углублялись в Слово, внутрь, в Само Слово, и они за этими буквами закона не видели того, кто был вдохновителем этого закона. Эти люди просто не разглядели Бога за буквой. И получилось так, что о Боге они знают очень много. Они знают, какой Он должен быть, какие у Него правила, они знают, что Он хочет, чего Он не хочет. Они знают, как Он относится к тем иным поступкам. Мы знаем, что совесть обличала их, когда Иисус сказал, пусть первый, кто без греха кинет в нее камень. И когда ушла речь о женщине в гуде, и написано, что они, будучи обличаемы совестью, просто побросали камни и один за одним оставили двор. То есть они знали, может быть, о Боге, они знали, что Бог может сделать, если они слугают где-то, но самого Бога они уже не видели. И в этом, к сожалению, проявляется сегодняшнее фарисейство, потому что ничего с тех пор не изменилось. Вот этот вот внешний костюм, который нужно было одеть на себя, то есть костюм людей, которые знают Бога, которые бы проповедовали Слово Божие, он был для них велик. Они не могли его примерить, они даже не думали об этом, потому что для того, чтобы такой костюм носить, им нужно было много от чего отказаться. И, к сожалению, они не были к этому готовы. Поэтому они носили на себе вот эту вот одежду внешнего благочестия. О них и Павел тоже писал во втором постании к Тимофею, седьмой стих, третьей главы, седьмой стих, всегда учащиеся и никогда не могущих дойти до познания истины. И эта закваска, которая настолько уже взбродила, вот забродила в них внутри, что они уже больше не могли даже вместить в себя что-то ещё сверх того или познания Бога. Они просто, знаете, уже люди не могли с ними ничего сделать. Люди уже были бессильны что-то сделать с этой закваской. И в этот момент как раз должен был начать с ними действовать Бог. И Он пришёл. Он пришёл в виде Иисуса Христа, и Он пришёл и пытался обличить их. Но они уже не слышали голос человеческий. Они пытались своей земной мудростью объяснить Бога. Они пытались свою земную мудрость, понимание всего, что Бог от них хочет, толковать своими собственными изысканиями, как говорит наш уже полюбившийся нам пастор Юханес, и говорила теология их собственного опыта. То есть древняя закваска, которой они заквасились в Вавилоне. И вы знаете, вавилонское рабство было страшнее, чем рабство египетское. По-моему, это пастор Алексей Ребяев сказал, что в вавилонском рабстве, вернее, в египетском рабстве евреи работали, потому что их составляли, и они не знали выхода. В вавилонском рабстве они все поклонялись идолу. И вы знаете, фарисеи поклонялись идолу своего собственного величия. И Иисус об этом говорил. Они увеличивают, воскрыли одежды своих, увеличивают хранилища своих, то есть тфелины вот эти вот, которые вы сегодня видите на них молящихся. Потому что... А, и они любят предвижение в напиршествах, председания в синагогах, потому что они хотели, чтобы их видели, и какие они, ну, сегодня говорят, крутые. И как бы Иисус предостерегал, бойтесь закваски фарисейской и синукейской. Потому что закваска, когда мы за буквой, за вот этим вот изучением слова, а не вниканием в него, мы теряем того, кто стоит за ним, теряем вдохновителя. Это страшно. И поэтому поначалу ученики даже не думали, что за закваска такая. Почему Он говорит сейчас о закваске? Может быть, на хлеба не купили? Иисус говорит, не о хлебе сейчас идет речь. Вы видели, что из пяти хлебов мы накормили кучу народу, и еще осталась куча коробов. Не об этом я говорю. Я говорю вам о закваске внутренней, о той закваске, которая является тем самым опасным, той опасной малой закваской, которая может составить все тесто бродить. Это страшно, получить такую закваску. Когда больше ничего нового в нас вместиться не может. И вы знаете, когда апостол Павел говорил Тимофею в своем послании «вникай в себя и в учение», я долго думал, неужели он хотел, будучи фарисеем, все-таки передать ему эту закваску? Не может быть, это же апостол Нового Завета. Он все-таки получил свои откровения от Иисуса Христа. Что он имел в виду, когда говорил «вникай в себя и в учение»? Ведь фарисеи только тема занимали, что они вникали в это самое учение. И я начал копаться в этом вопросе, начал изучать и пророков, и Писания, и не мог найти поначалу ничего. Но на самом деле, вы знаете, простые вещи Бог открывает самостоятельно. Смотрите. Вникать отдельно в то или в другое у нас не получится. Мы не можем вникать отдельно в себя или вникать отдельно в учение. Потому что если вникать отдельно в себя, мы начнем вникать в свой собственный опыт, мы начнем вникать в то, что происходит в нашей жизни сегодня, начнем вникать во многие вещи, которые происходят вокруг нас. И мы перестанем вникать в нашу душу и в наш дух. Но, с другой стороны, сегодня просто вникать в учение, постоянно сидеть и учиться, почему вот эти бесконечные школы, курсы, теологические всякие программы, мы тоже далеко не уйдем. Потому что мы всегда будем завязаны с вами на вот этой вот закваске фарисейской, которая требует от нас постоянного изучения на основе чьей-то мудрости. И вот к чему я пришел. Два места Писания в послании в одну и ту же церковь. Только один раз он говорил это из первого послания, второй раз он говорил это во втором послании. Первое послание Коринфина. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Это первое послание Коринфинам, 6 глава, 19 стих. И второе послание Коринфинам, 6 глава, 16 стих. «Ибо вы храм живого, как сказал Бог, Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут мне народом». Смотрите, Бог живет и правит нами изнутри, через Духа своего. Потому что Он сказал, что Дух наш, Дух Его будет в нас, и Он будет вводить нас, и Он будет обучать нас, и Он даст нам силу. Бог живет в нас. И Дух, Он стоит над душевным и над плотским с точки зрения иерархии. Дух первичен, плоть вторична. И они друг другу противятся, так говорит Писание. То, что мы делаем по Духу, оно противится плоти, и то, что мы делаем по плоти, оно противится Духу. И единственное, кто может перетянуть нас на плотское или на духовное, это душа. Душа — это то, что в нас существует, и заложено это Богом, и оно может управляться нашим разумом. И вот здесь существует некоторая опасность, я хотел как раз об этом вам донести. И смотрите, наши душевные порывы, они способны заставить нашу плоть делать безумное. Они могут заставить нас делать нашу плоть безумное ради Христа или безумное ради людей. Мы на своих душевных порывах, мы кормим своими мыслями свои душевные порывы, и все вот эти вот привычки, слова, то, что мы смотрим, и то, что мы слушаем, как мы реагируем на происходящее, мы кормим своё душевное нутро тем, что происходит вокруг, тем, как мы на это реагируем. Мы кормим его своими эмоциями, мы кормим его чувствами, кормим его всякими своими реакциями на происходящее, мы кормим своими мыслями, кормим своей завистью и радостью, кормим своей злобой и добротой, кормим своей любовью и ненавистью. И чем кормим, кто и побеждает. Любовь от Бога, ненависть от плоти. Кормим ненавистью — побеждает плотское. Кормим любовью — побеждает духовное Божие. Кормим злобой — побеждает плотское. Кормим добротой — побеждает Божие. И вот это зависит от нас. Пока нам дан разум, пока нам дана душа, без души тело мертво. Можно, знаете, есть такая легенда, я не знаю, верите ли вы в них или нет, но, по крайней мере, это легенда из древних мудрецов, что есть такое создание, называется оно «Голем». В этом «Големе» нет души. В нем есть только плоть и дух. И это фактически существо, как зомби. То есть оно как бы существует, но его как бы нет. Это труп такой ходячий. И вот, наверное, знаете, в каждой шутке есть доля шутки, в каждой сказке есть только доля сказки. Наверное, все-таки, если в человеке нет души, он превращается в такой «Голем». Понятно, что мы не увидим вот этих вот зомби на улице, которые ходят с духом, понятно, там, «Дух не Божий». Дух, понятно, откуда пришедший, но это какая-то плоть, которая изогнивает, но тем не менее ей нужно чем-то питаться. Но, вы знаете, в этом во всем есть такое хорошее сравнение, что если мы лишены души, то мы превращаемся просто в ходячий труп. И вот эта душа, она принадлежит Богу. И эта борьба между плотским и духовным, она не за то, кто победит сейчас, а куда душа пойдет после физической смерти, в вечную любовь к Богу Отцу, возвратится туда, куда она пришла, потому что Бог написано вдохнул душу в человека, и он стал душой живой. Или она пойдет в вечную смерть. И вот за эту душу, которая может быть управляема нашим разумом фактически, которая может перевесить чашу весов в сторону добра и резла, за нее идет мощная борьба. И поэтому, когда Павел говорит «вникай в себя и в учение», он говорит нам, как мы направляем свою душу, чем мы ее питаем, чем наша душа отличается от души неверующей, чем наша душа отличается от души человека, не знающего Бога вообще. Вы знаете, неверие — это тоже своего рода религия. Это религия в то, что Бога нет. Если мы верим в то, что Бог есть, то неверующие верят в то, что Бога нет. Но если его нет, зачем так много на эту тему говорить? И, знаете, плотское борется с душевным за обладанием этой душой. Чем мы будем кормить? И это печально, на самом деле, когда мы не вникаем в себя. И вот вникать в себя и в учение не может идти даже параллельно. Оно не может идти параллельно друг с другом. Вникать в себя и в учение можно только одновременно. Потому что когда мы принимаем Слово как учение Божие, когда Дух Святой приходит и через Слово научает нас каким-то вещам, которые мы должны постигать, которые мы должны видеть, которые мы должны через себя пропускать, в этот момент мы должны вникать в себя. Не потом, не после, не до, не вместо, а вместе. Когда мы вникаем в это учение, именно здесь, когда я вам сказал, что в Евгении написано «инспектируй себя», то есть наблюдай за собой, наблюдай правильно, ты всё делаешь, это должно быть в свете учения Божьего. И если мы будем принимать Слово Божие как учение истинное, то в этот момент произойдёт революция. Потому что Писание говорит, что Слово Божие, оно есть истина. Оно есть то истинное учение, которым мы должны руководствоваться. Слово Божие, оно живо и действенно по сей день проникает до разделения Духа, Души и тела, суставов и мозгов. И оно заставляет нас, как и тех фарисеев, которые бросали камни, раскаяться в том, что мы делаем не так. Потому что в нашем, в нас внутри живёт Бог. И когда это Слово приходит в нас, и мы пускаем его к себе, оно начинает заполнять до краёв в наше сердце. И это то, о чём писал Исаия, когда он говорил, что я напишу закон свой на скрижалях сердца и буду им Богом, и они будут мне народом. И больше не будут говорить друг другу «познай Бога», потому что все будут знать Бога. Это когда мы наполним своё сердце Божьим Словом, когда оно станет частью нас, когда там, в этом сердце, не будет уже места, ничего, кроме Божьего Слова, кроме Божьего учения, и когда мы будем вникать в себя и в учение, вот тогда мы спасёмся. Тогда мы будем спасаться тем, что внутри нас Бог, что Он поселился, что Он взял бразды правления в Свои руки, и никто больше не может у Него их отнять, потому что Он пишет в Своём Слове. Он говорит, «Я тот, кто отворяет, и никто не может затворить, и я тот, кто затворяет, и никто не может отворить». И когда мы спасаемся, мы начинаем говорить, потому что Писание говорит, «От избытка сердца говорят уста». Если наше сердце изобилует истину, изобилует учением Божьим, мы начинаем говорить, мы начинаем нести эту истину, и тогда вот это место Писания, которое говорит, «Вникает в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, и тогда спасёшь себя, и слушающих тебя обретает совершенно другой смысл». Когда мы очищаем себя от всего, что было внесено вот этими вот плотскими делами, которые мы занимались, от этими всеми распрями друг с другом, какими-то обидами непонятными, каким-то ропотом постоянным, отвлечением на что-то. Я понимаю, что тяжело. Сегодня мир предлагает нам столько всего, чего Церковь предложить не может. Но и при этом, при всём, мы должны сохранять учение Божие у себя в сердце, вникать в себя и в учение параллельно, смотреть, где мы относительно нашей цели. Потому что, смотрите, многие говорят, что Библия — это Слово Божие, но немногие понимают простую истину, что молитва — это когда мы беседуем с Богом, а Библия — это когда Бог беседует с нами. Если мы только молимся, мы не читаем Слово, как мы можем участвовать в диалоге? У нас один маморок слышно. Если мы только читаем Библию, но не молимся, Бог беседует с нами, и вы, как родители, может быть, иногда сталкивались, когда вы своему ребёнку что-то говорите, а он в ответ молчит. Он молчит. И вы не знаете, понял он, понял, с вами он, не с вами разделяет он, вашу точку зрения не разделяет, будет ли он дальше что-то с этим делать, или не будет. Нам нужно читать Слово, нам нужно молиться, нам нужно быть в постоянном контакте с Богом. И, знаете, каждый должен исследовать своё дело, каждый должен смотреть на себя. Можно, конечно, долго говорить, послушай, ты делаешь не то, и ты делаешь не то, и ты делаешь не то. Но нужно посмотреть в первую очередь на себя. Нужно посмотреть и внутрь себя, исследовать своё дело. И в этот момент как раз настанет, если настанет, я очень желаю, чтобы вас в этот момент достал, страстное желание пойти в тайную комнату, закрыть за собой дверь, и там восстановить свои взаимоотношения с нашим Небесным Отцом. Там прийти в состояние покаяния, в состояние исповеди перед Богом. Потому что мы думаем, что мы не грешим, хотя Писание говорит, что все мы много согрешаем. И в этой тайной комнате мы должны прийти и просто принять условие того, что от Него, от нашего Небесного Отца мы ничего не склоним, мы ничего не сможем утаить. Нам незачем это делать, Он всё знает. Он был там, где мы грешили. Он был там, когда мы произносили слова, которые недостойны верующего человека. Он был там, когда мы замышляли лукавое в своём сердце. Он был там, когда мы обманывали, когда мы роптали, когда мы обижались, злились, проклянули. Он везде был, он всё это слышал, и ему было больно. И сегодня нужно прийти в эту тайную комнату и просто покаяться перед Своим Небесным Отцом за всё, что мы сделали. Там ты не сможешь Его обмануть, тебе придётся говорить правду. И вы знаете, лучше, чем написано в Писании, это правду не скажет никто. 50-й псалмон с 3 стиха. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, и сгладь беззакония Мои. Многократно омой меня от беззакония Моего и от греха Моего очисти меня, ибо беззакония Мои я осознаю, и грех Мой всегда передо мной. Тебе, Тебе единому сокрешил я и лукавое сотворил перед очами Твоими. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Вы знаете, когда эти слова проникнут глубоко в ваше сердце, у вас не останется ничего, кроме как упасть на колени и молить Бога об ощаде, потому что мы столько всего наговорили, столько всего наделали, столько всего забыли, столько раз ленились, столько раз просто проходили мимо. Сегодня ты спрашиваешь Бога, почему мне что-то или за что мне это? Почему Ты допустил, спрашиваете Бог Бога, все эти дела в моей жизни? Но спросите себя, будьте искренни перед Ним в молитве, в беседе с Ним. Сколько раз мы ленились прочитать Библию? Сколько раз мы ленились помолиться? Сколько раз мы проходили мимо нуждающегося? Сколько раз мы заблуждались? Мы должны признать свое заблуждение. Мы должны признать, что все, что мы натворили, это то, что мы должны возненавидеть. Мы должны возлюбить Бога и возненавидеть свой грех. и обратитесь к Нему за тем, чтобы Он дал вам нового Духа». Тот же Псалом, 50-й, с 8-го стиха. «Вот ты возлюбил истину, и сердце, и внутрь меня явил мудрость. Окропи меня изобом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуется в кости тобою сокрушённый. Отврати лицо от грехов моих, и сгладь все беззакония вы. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух праведный обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и от Духа Твоего святого не отними. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным подтверди меня. Научу беззаконных путям Твоих, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже. Боже, спасение моего, и язык моего восхвалит правду Твою, Господи, отверзь уста мои. И уста мои провозгласят хвалу Твою, ибо жертву Ты не желаешь. Я дал бы её, и всесожжением не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Ты не призричь Божию». В молитве мы беседуем с Богом, как я уже сказал. И в этой молитве мы должны прийти к Нему с сокрушённым Духом. Как написано в Писании, «Блаженный нищий Дух». Блаженный нищий Дух, нам нужно просто сказать, «Господь, я больше не могу сам. Я без Тебя ничего не могу. Мне нужно Твоё благоволение. Мне нужна Твоя благодать, Твоё сверхъестественное вмешательство в мою жизнь, чтобы всё в ней стало на свои места. Я буду вникать в себя и в учение. Я буду соблюдать всё, что Ты говоришь. Я принимаю Твоё учение как истинное. И я хочу, чтобы Ты вёл меня дальше, Богом Своим святым. Потому что если не Ты, то я просто беден, нищ, гол, жалок. Мне нет ничего. Потому что всё, что Ты мне дал на этом свете, я никогда не унесу с собой в могилу. Я пришёл на Гимм в этот мир и на Гимм уйду. И всё, что Ты дал мне, я хочу, чтобы это было во славу Твою. Потому что если мы этого не принимаем, знаете, мы не сможем никогда войти в Царство Небесное. Знаете почему? Сам Иисус учил нас тому, чтобы мы в первую очередь вникали в наши взаимоотношения с Отцом. В первую очередь. Он говорил в Евангелии от Матфея, 6 глава, написано, «Ищите прежде Царство Небесное и правду Его, и всё остальное приложится. Если нам ничего не прикладывается, мы не того ищем». Потому что если от нас всё время что-то отнимается, мы не того ищем. Мы не восстанавливаем свои взаимоотношения с Отцом. Я недавно прочитал фразу, которую сказал Дуайд Мудни. И он сказал следующее. «Небеса всегда кажутся нам чем-то очень далёким. Но для тех, кто принадлежит им, они на расстоянии произнесённого слова». Небеса — это приготовленное место для приготовленного народа. Нам нужно приготовиться к тому, что мы выпадаем в небеса. Нам нужно прийти и восстановить свои отношения с Богом. Неважно, насколько далеко мы ушли от нашего Небесного Отца. А мы все когда-то заблудились. Писание говорит, что мы все, как овцы, блуждали. Мы можем прийти к Небесному Отцу и попросить Его обращения. Но для того, чтобы принять это, нам нужно пройти то ощущение, которое прошёл в себе блудный сын, когда возвращался. Он был готов получить даже самое низкое место в Доме Отца. Но ради него отец сделал пир, которого никто не знал, которого никто не ждал, который был настолько велик, что даже сын его старший пришёл и сказал, «Почему? Почему у меня не было даже ягнёнка или козлёнка, когда я просил, чтобы ты дал мне, когда я праздновал своими друзьями, а ради него ты сделал такой пир?» Вы знаете, пока у нас не будет внутри сокрушённого Духа, пока мы не поймём, что мы не там, пока мы не поймём, что мы не до конца, когда мы искренне будем понимать, что мы до конца с Ним в отношении, в этот момент придёт благодать, в этот момент придёт новый Дух, обновлённый Дух, сердце чистое будет, будет наполняться Словом Божьим. Это будет то самое плотяное сердце вместо сердца каменного, которое даст нам возможность от избытка Его говорить нашими устами, и тогда спасёмся мы и слышащие нас. Но секрет в том, что нужно это сделать не после этой проблемы, нужно это сделать не завтра, нужно это сделать не через неделю. Написано в Писании, «Занимайся всем постоянно». Мы должны постоянно находиться в понимании Божьей славы в нашей жизни, в принятии Божьей славы в нашей жизни, в восстановлении с Ним отношений. Когда ты последний раз был в тайной комнате? Когда ты последний раз приглонял колени и просил Господа, «Господь, я лукавое совершил перед тобой, обнови во мне Дух, дай мне сердце чистое?» Сегодня пришло время, когда нужно это сделать. Сегодня мы с вами находимся в такой ситуации, когда каждый из нас должен проверить своё собственное сердце. Мы действительно с Иисусом или мы сегодня где-то рядом. Потому что если мы с вами хотим быть с Иисусом, если мы хотим прийти в приготовленное место для приготовленных людей, как я сказал раньше, нам просто необходимо с вами провести ревизию своего сердца. И это можно сделать только в тайной комнате. Я хочу, чтобы сегодня Господь коснулся вашего сердца. Я хочу сейчас молиться за то, чтобы покаяние пришло, чтобы покаяние пришло в ваше сердце, чтобы в вашем сердце настал Божий покой, чтобы в вашем сердце настала Божья благодать. И принимайте это сейчас просто благословение, принимайте эту молитву, молитесь сейчас с нами, а потом в тайной комнате, за то, чтобы Господь явил свою славу в вашей жизни. Отец Небесный, мы преподносим сейчас перед тобой Господь. Все наши проблемы, Господь, все наши нужды, Господь, все наши грехи, которые ты готов искупить нам, просто и забыть нам, потому что кровь Агнца уже пролита. Мы победили этой кровью Агнца, мы победили ее словом свидетельства своего Господня. Я просто сейчас призываю твоих ангелов, Господь, на то место, где мы находимся. Господь, просто разрушь все, что не от тебя, Господь, в нашей жизни. Убери все абсолютно, что не касается твоего дела, Господь. Мы хотим нести твое великое поручение в этот мир. Мы хотим говорить от избытка нашего сердца, чтобы она призабила твоим словом, твоей истинной, Господь. Мы хотим, чтобы каждое слово, которое мы говорим, оно исходило из нашего сердца, Господь, в котором ты царствуешь на троне своем. Господь, мы благодарим тебя за то, что ты, Господь, отдал себя за наше искупление, за те грехи, которые были на нас, и мы должны были мучиться. Тоже так же, как мучился ты, Господь, но ты сделал так, чтобы мы были спасены. Ты не пришел нас судить, и ты пришел, чтобы мы спасены были через тебя, Господь. Наполни наши сердца истиной твоей. Наполни нас, Господь, словом своим, чтобы мы, вникая в себя, постоянно сверяли свой курс с тем, что ты хочешь, Господь, в нашей жизни сделать. Я просто прошу тебя сейчас, коснись сердца каждого. Коснись просто, просто смахни своей рукой, Господь. Вот сверхъестественным образом, вместо налета, который там образовался, налета лжи, налета ненависти, налета ропота, Господь, налет каких-то непонятных желаний плотских, Господь. Просто удали это от нас, чтобы не мы жили, но ты и жил, который в нас, Господь. Чтобы мы, Владимир, были Духом твоим, чтобы мы жили ради тебя, Господь. Чтобы мы перестали стремиться жить ради себя, потому что ты единственный, кто достоин. И мы благодарим тебя за то, что мы умерли вместе с тобой там, на Голгофе. И сегодня мы живем благодаря тебе, потому что Дух твой в нас, Господь. Мы благословляем твое великое святое имя, превозносим его, превыше всех имен под небесами. Будь прославлен и превознесен во всех веках и народах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И принимайте сейчас благословение Аарона. И варихиха, Адонай, Варишмириха. Иисуса, Адонай, Панавелиха. Иаэр, Адонай, Панавелиха. Вейхунеха. Вейасамлеха. Шалом. Шалом. Вашем Иишуа Масхиех. Мелыха Менахин. Аминь. Будьте благословение. Мы встретимся с вами через неделю. Мы встретимся с вами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok